Всем привет! Это Анима Коши и я сегодня хочу вам рассказать о очень необычной, интересной, редкой и не знаю даже как еще подобрать слова восторга относительно этой пряжи. В общем, долгожданная для меня пряжа. Серая и серая, скажете вы. Твид и твид, скажете вы. А нет, все не так просто. Это 100% шелковый твид. И ладно бы еще 100% шелковый твид. Встречала раньше и покупала твидовый шелк, например, у японской фирмы Хосегава. Но тут все еще сложнее. Это очень редкая разновидность шелка сорта Туса. Что это такое? Сейчас вам расскажу. В общем, шелк бывает нескольких сортов, нескольких линеек. Самый распространенный это шелк Малберис. Итак, показываю. Простите за такой непотребный вид. Я просто вчера окрашивала Малбери и не успела их еще красиво перемотать. В общем, смотрите. Шелк производится в фабричных условиях. Сами шелкопряды находятся на фермах. Их кормят исключительно листом тутового дерева. Промышленность насчитывает не одну тысячу лет. Раньше ей занимались исключительно в Китае. У них была монополия. И в те времена шелк ценился на вес золота, потому что никто в мире не знал особенностей вообще работы с ним. Что, как. Налогия его производства очень сложная. И поэтому в древние времена одежда из шелка считалась самой драгоценной. Им позволить себе ее могли только одни из самых знатных особ. В общем, если вы присмотритесь, этот домашний шелк имеет ровную структуру. Он поблескивает. Причем степень блеска бывает разная. Бывает шелк очень сильно блестящий. Бывает умеренный. У меня здесь шелк умеренного блеска. Нить очень гладкая. Очень такая сияющая. Скрученная из многих, по-моему, здесь шесть более тонких ниточек. Как его добывают? Шелкопряд, когда свил свой кокон, внутри этого кокона находятся его личинки, которые впоследствии должны вылупиться. И вот для того, чтобы когда личинки начинают вылупляться, они не повредили самому кокон, который в промышленности он разматывается. Находится тонкая ниточка и кокон развивает. Коконы варят или в духовке их пекут, чтобы убить внутри личинку шелкопряда и, соответственно, чтобы он не повредил кокон. Вот так вот получают вот этот шелк Малбери. Из-за того, что нить не повреждая разматывают, а потом скручивают впоследствии из множества маленьких тонких ниточек, делают одну большую. Он имеет повышенную прочность. Из него даже делают, вы не поверите, бронежилеты и парашют из вот такого шелка Малбери. Настолько он прочный. Теперь отложим шелк Малбери и поговорим о шелке Тулса. Так вот, шелк Тулса это дикий шелк. И его не производят в промышленных масштабах, а собирают в естественной среде. К минусам могу отнести сложность его добычи, так как это нужно в природе его искать. Он не имеет блеска, он не имеет того спектра использования, как шелк Малбери, потому что он не такой презентабельный, имеет более рустикальный вид. Шелкопряды питаются всем, чем могут найти. И, соответственно, нить у них не совсем однородная, имеет такой бежевато-буроватый оттенок, так как они кушают и дуб, и тусу, и туту, и, в общем, короче, все, что могут найти нить. Она как бы не совсем однородная, имеет какие-то там неровности, шероховатости. Так вот, это как минус, так и особенность. Она слегка сразу меланжевая, отвидовая и неоднородная. Еще одна особенность тусы является то, что если при обработке шелка Малбери производители варят коконы или пекут, чтобы не позволить шелкопряду вылупиться, то при обработке шелкопряда, наоборот, ждут, когда личинки шелкопряда выберутся наружу, и только потом берут кокон уже пустой, счесывают вот этот сам кокон и уже прядут его. То есть Малбери разматывается, а этот счесывается и придется. Здесь 250 метров в 50 граммах ниточка скручена из трех толстеньких ниточек между собой, а у шелка Малбери здесь 6 или 7 насчитано, то есть больше, чем в два раза вот этот шелк Малбери тоньше сам по себе. Так, теперь более конкретно про вот эту вот пряжу. Это датская фирма BC Garn, она специализируется на шелковой пряже, один из, наверное, основных производителей шелка, содержащих видов пряжи в Европе. У них есть как шелк туса, так буретный шелк, это еще один вид шелка, о котором я расскажу чуть позже, потому что я вязала из него себе кофту и потом вам покажу отдельное видео будет, я подробно расскажу об этом виде шелка. Так вот, есть шелк туса, туса в составе с шерстью в смеси, Малбери, в общем, у этой фирмы BC Garn очень много видов пряжи. Вы можете пройти к ним на сайт, либо загуглить вот их сайт и ознакомить со всем ассортиментом. Здесь 50 метров 250 грамм, рекомендованы спицы 2-3, номер моего оттенка ТТ-12, это такой серо-седой с коричнево-бежевыми вкраплениями. Я брала для того, чтобы вязать какую-то футболку, либо кофту мужу, такой мужицкий оттенок. Взяла 300 грамм. В своем инстаграме перед покупкой проводила опрос, спрашивала, кто что вязал, мнение, и многие отозвались, рассказали свои впечатления, показали работу. Если вам интересно, можете зайти ко мне в инстаграм, Макоша нижнее подчеркивание, но я ссылку оставлю под этим видео, и почитать. Там будет фотка, где такое разнообразие оттенков тусы. Вы ее легко найдете и почитаете. Я взяла спицы 3 для образца. Мне говорили, этот шелк очень растягивается, поэтому я вяжу такой образец побольше, и буду стирать, фиксировать все изменения. Пару дней его поношу, покручу, поверчу, посмотрю, как он себя будет вести. Вот так вот выглядит полотно. Сразу так вообще не поймешь, что это шелк, если не знаешь. Внешне напоминает какую-то шерсть, но не колючую. Ну, такую странную, что-то странное. Никогда не подумаешь, что шелк. Только если присмотреться, можно обнаружить какое-то легкое мерцание. Нить в пасмах я перематывала клубочек. То есть, это стоит учитывать. Если у вас нет моталки, то придется вам потрудиться. В ходе вязания я нахожу в нити всякие опилочки, стружку. Это у меня не минус, а показатель экологичности материала. Его не так легко купить, потому что на самом деле на рынке мало производителей, которые вообще работают. Я встречала этот шелк у японской фирмы Хосегава, который я также очень люблю. Но не в чистом виде, а в смеси с сольном. И вот такого плана, твидовый, именно шелк Туса. Единственная фирма, которую я нашла, это вот как раз-таки Бесигар. Поэтому очень интересно вообще, как он, что он, как будет носиться. Я вам все буду постепенно рассказывать. Пробовала вязать деревянными спицами, мне не очень понравилось. Он слегка поскрипывает на спицах и трется, соответственно, медленно. Вязание идет медленный. Поэтому я взяла карбоновые спицы. Это нечто среднее. Не скользко, не тормозится. Насколько вы можете видеть, полотно ложится ровненько. Как с изнанки, так и с лица. Очень красиво. Несмотря на то, что метраж нити 250 метров на 50 грамм, это довольно тонкая. Сама по себе она пухлая. То есть, если бы малбери такого метража, нужно вязать спицами примерно 2-2,5. Но никак не 3. А тут даже можно взять 3,25 и даже 3,5 на летнюю тунику. Вот так это сейчас выглядит. Для майки у меня 300 грамм. Это 6 таких моточков. Куплено пряжа в магазине 5 мотков. Ссылку на них я также оставлю. У них большая палитра именно этой тусы. И вообще широкий ассортимент датской фирмы Bissigarn. Поэтому, если интересно, в одном магазине можно сразу найти все и попробовать. Что еще могу сказать о нем? Что указывается на этикетке? Вот вы видите, ничего такого особенного. Рекомендации небольшие, артикул. Собственно, и вот, что я вам хотела сегодня рассказать относительно этой фирмы. В моточке он выглядит вот так. Цвет безумно красивый. Седой. Седой серый я его назову. Образец буду вязать побольше. С новой пряжей я всегда так поступаю. Чтобы не промахнуться. Потому что еще и меня предупреждали, что он сильно растягивается. Я хочу максимально учесть этот момент при выполнении расчета своего будущего изделия. Ну, надеюсь, что не оплошаю. Потом вам покажу, что у меня получится. Создала образец. Сейчас хочу сделать замеры до стирки. И посмотреть, что с ним станет дальше. Так. 15 сантиметров. Он получается в длину. И в ширину. Изнанки померю. 17. Если прям совсем спокойно. Ну, 16 с половиной. Резинку, ну, чуть-чуть держит. Но я так ее создала. Чисто посмотреть. Я уверена, что расползется. Сейчас визуально так еле-еле душа в теле. Может быть, если основное полотно на 3, а резинку на 2, то получше будет держаться. В общем, вот такой образец. Пойду стирать. Нить не отрываю. Чтобы экономить пряжу. Я потом распущу его и свяжу. И свяжу. Хотела еще вам сказать по поводу магазина, где брала 5 мотков. Очень удобная доставка получилась. По-моему, через 4 дня после оформления пряжа уже была в пункте СДЭК. И оформляла СДЭК. И так вот быстро получила. То есть Москва, Сочи. 3-4 дня и пряжа у вас. Я даже удивилась, что оформила заказ. И мне буквально в течение 5 минут уже сотрудники позвонили. Некоторые уточнения по заказу сделали. В общем, 5 мотков. Спасибо вам большое за оперативность. Я очень довольна. Постирала образец. Вот сразу вам показываю. Мокрый, как есть. Можете заметить, да, что он сразу расползся. В ширину его как-то очень дало. В длину не сказала бы, чтобы размер как-то изменился. Вот в ширину растянулся. Ну, может еще соберется. Посмотрим. Резинка, как я и предполагала, совсем имеет никакого вида. Ее, собственно говоря, нет. Что резинка, что без резинки. Поскрипывал. Когда стирала, такой скрип небольшой. Меня слегка раздражало. Не люблю, знаете, как зубами кто-то скрипит. Вот что-то такое. Стирала я мыло-рюга использовала. Я уже показывала в одном из своих видео об этом мыле ручной работы. Оставлю ссылку на видео, где можно посмотреть про мыло-рюгу. И еще в конце прополоскала в слабом растворе уксус. Всегда шелковые изделия всех сортов. И даже если шелк в составе, полоскать или дать полежать 5-10 минут в слабом растворе уксуса. Уксус помогает лучше очистить волокна, а также улучшает их качество. Соответственно, такое изделие служит намного дольше. Сразу могу сказать, что она распушилась. Видно вам или нет? Прямо пух. Это какое-то чудо. И он прям влетает. Вот такие небольшие пушинки из него влетают. Это просто, я не знаю, нереально, чтобы шелк был пушистый. Посмотрите, какой он. Прямо видно даже ворс. Сейчас я его положу на полотенечко и дам ему высохнуть. А потом уже буду проводить какие-то замеры. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok